Говорит Черкесск Доброе утро! Сегодня 31 октября, вторник. В студии с главными новостями Республики у Марти Киев. Официальная хроника. По поручению министра здравоохранения России с рабочим визитом в Карачаево-Черкесии побывали сотрудники Департамента информационных технологий и связи Минздрава России. Гости из федерального центра ознакомились с вопросами, связанными с реализацией мероприятий по внедрению информационных технологий в здравоохранение Республики. Они посетили черкесскую городскую поликлинику, где осмотрели регистратуру и рабочее место врача. В ходе визита они также встретились с министром здравоохранения Карачаево-Черкесии Казимом Шамановым, где обсудили вопросы об электронной записи к врачу, введении интегрированной электронной медицинской карты и лучшей практике внедрения программы «Бережливая поликлиника по России». На состоявшейся встрече главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова с первым заместителем министра России по делам Северного Кавказа Одессом Паисултановым обсуждена реализация инвестиционных проектов, включенных в республиканскую подпрограмму госпрограммы развития СКФО до 2025 года, посадка садов интенсивного типа в Адыгехабльском районе и строительство инфраструктурных объектов в Домбайе и Агропарке. По оценке Минкавказа России, их реализация осуществляется эффективно и в хорошем темпе. Одесс Баисултанов поддержал предложение Рашида Тимрезова включить дополнительно в региональную подпрограмму на 2018-2019 год, помимо Адыгехабльского района, новые проекты по посадке фруктовых садов интенсивного типа в Прикубанском и Малокарачаевском районах. По его словам, это позволит увеличить сегодняшние площади в 2-3 раза, и площадь, занятая под сады, составит более 500 гектаров. Первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Эльдар Байчоров провел рабочее совещание с министром сельского хозяйства республики Умаром Биджиевым и заместителем министра сельского хозяйства Юлией Самсоновой по вопросу осуществления контроля за эффективностью использования субсидий, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям республики, в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства Карачаева-Черкесии до 2020 года. Байчоров поручил аграрному ведомству в ближайшее время организовать работу по мониторингу эффективности реализации проектов сельхозтоваропроизводителям региона, получившим и меры господдержки. Будет также усилен контроль за соблюдением административных процедур при проведении конкурсного отбора среди претендентов на получение субсидий. Депутаты городской думы Черкеска в минувшую пятницу единогласно поддержали кандидатуру Руслана Тамбиева на должность мэра столицы Карачаева-Черкесии. На рассмотрение депутатов конкурсной комиссии было представлено две кандидатуры – экс-мэра столицы Руслана Тамбиева и служащего Михаила Кравцова. Министр экономического развития Республики Алина Кохов провел заседание рабочей группы по совершенствованию контрольных, надзорных и разрешительных функций органов исполнительной власти Карачаева-Черкесии при комиссии по проведению административной реформы в регионе. Участники мероприятия рассмотрели вопросы по утверждению плана графика проведения публичных обсуждений, результатов правоприменительной практики, реализации мероприятий целевой модели, осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации. В Кисловодске министр экономического развития Карачаева-Черкесии Алина Кохов принял участие в форуме крупнейших компаний Северокавказского федерального округа. Кластеры как драйвер, партнерство для развития, организатором которого выступил региональный аналитический центр «Эксперт Юг». В своем выступлении Накохов отметил, что создание территориальных промышленных кластеров позволит решить важные экономические задачи, прежде всего, стимулировать развитие промышленного производства, диверсифицировать структуру экономики и улучшить инвестиционный климат в регионе. Министр здравоохранения Республики Казим Шаманов встретился с заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства России Максимом Забелиным по вопросу реализации программы транспонтологии в Республике. Стороны договорились о реализации пилотного проекта на территории Карачаева-Черкесии при поддержке Федерального медико-биологического агентства России. Карачаева-Черкесия за 9 месяцев этого года направила в федеральный бюджет России более 2,5 млрд рублей налогов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, регион увеличил поступление налогов в федеральный бюджет на более чем 523 млн рублей. В консолидированный бюджет Карачаева-Черкесии направлено свыше 4,6 млрд рублей. Рост оставил более 3%. К другим новостям. Центральный банк России и Миноборнауки Карачаева-Черкесии подписали соглашение о повышении финансовой грамотности населения. В документе планируется поэтапно вводить в школах специальные образовательные программы по финансовому просвещению. Помочь разобраться в тонкостях финансовой системы должны специальные образовательные программы в рамках предмета общества знания и экономика. В Карачаевой-Черкесии пилотное преподавание финансовой грамотности уже успешно проводится в гимназии номер 5. Самые высокие показатели по собираемости взносов на компремонт в Северокавказском федеральном округе по итогам 9 месяцев этого года демонстрирует Ставропольский край Карачаевой-Черкесии и Чеченской республики. В нашей республике собираемость взносов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти на 7%. За январь-сентябрь текущего года начислено более 132 миллионов рублей взносов. Из этой суммы оплачено около 93 миллионов. В северной части Черкеска продолжается масштабное строительство нового микрорайона общей площадью застройки около 700 тысяч квадратных метров, где фактически смогут проживать 24 тысячи человек. Так, на территории микрорайона строится трехсекционный дом по подпрограмме повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2009-2018 годы. И еще один двухсекционный многоквартирный дом в рамках подпрограммы обеспечения жильем молодых семей на 2016-2020 годы. Кроме жилых домов в микрорайоне сейчас ведется строительство образовательного комплекса «Школа плюс детский сад», рассчитанного на 600 и 150 мест соответственно, а также поликлиники. На данных объектах ведутся основные строительно-монтажные работы. Помимо этого, активными темпами идут работы по строительству автомобильной дороги к новому микрорайону и непосредственно его территории. Предприниматели и сотрудники различных коммерческих организаций Черкеска приняли участие в бесплатном образовательном тренинге на тему «Креативное управление», которое провел эксперт, руководитель консалтинговой компании «Академия успеха» Олег Исаев. Исаев выслушал пожелания каждого участника мероприятия и скрупулезно объяснил тонкости понятия «менеджмент». В Карачаево-Черкесии завершилась прививочная кампания среди населения против сезонного гриппа. Охват вакцинации составил 98%. Проведена необходимая работа по развертыванию коек, обеспечению противовирусными препаратами больных с ОРВИ. Кроме того, подготовлена маршрутизация пациентов, в том числе детей и беременных с ОРВИ, в период подъема заболеваемости. За 9 месяцев этого года органами прокуратуры Республики в арбитражный суд было предъявлено 196 исков и заявлений. Проводимая работа была направлена на защиту интересов государства, прав субъектов малого и среднего предпринимательства, недопущение нарушения законных интересов образовательных и медицинских учреждений. Предъявленные в суд заявления были связаны со спариванием незаконного бездействия органов местного самоуправления по разработке порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства и по созданию таковых, а также вне исполнения требований закона по предоставлению информационной поддержки предпринимателям. Одно из крупнейших предприятий на Северном Кавказе, Кавказцемент, планирует в следующем году открыть новую линию помола цемента, что позволит повысить качество продукции предприятия и создать новые рабочие места. Сегодня на заводе осуществляются работы по закупке и доставке соответствующего оборудования от российских и немецких производителей. Благодаря открытию новой шестой линии предприятию удастся производить цемент еще более высокого качества и будут созданы несколько десятков новых рабочих мест. Новости туризма, культуры и спорта. В Архазе завершается монтаж оборудования первой секции канатной дороги на североориентированном склоне туристической деревни «Романтик». Введение новых объектов горнолыжной инфраструктуры в эксплуатацию, запланированной на зимний сезон, позволит соединить сетью трасс и канатных дорог южные и северные склоны курорта и вдвое увеличить зону катания, тем самым предложив гостям курорта новые возможности для занятия горнолыжным спортом. В настоящее время на объекте задействовано около 170 рабочих и порядка 76 единиц техники. Первая очередь пансианата «Люр». Кемпинговый комплекс из 38 домиков на 100 мест открылся в минувшую пятницу на всесезонном курорте Архаз. Строительство было начато еще в конце 2015 года на территории первого поселка курорта «Романтик». Новый объект также включает в себя рестораны, открытый бассейн, бильярдный зал, теннисный корт, площадки для волейбола и мини-футбола. Обустроена и большая парковая зона с фонтаном. Более 500 работ мастеров Адыгеи, Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии были представлены в минувшую субботу на выставке декоративно-прикладного искусства, которая состоялась в Черкесске в рамках фестиваля Черкесской национальной культуры. Главная цель мероприятия – сохранить богатую культуру, многовековые традиции и обычаи черкесского народа и приобщить к ним подрастающее поколение. Подробный материал сразу после выпуска вестей. В Черкесии состоялись межведомственные соревнования по шахматам среди сотрудников правоохранительных силовых структур и органов государственной власти республики. По итогам турнира наибольшее количество очков набрал представитель управления ФСБ по Карачаевой Черкесии. Второе место присуждено представителю прокуратуры. А третье место разделили между собой сразу три участника – представители Республиканского управления Федеральной службы судебных приставов. Россия. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах сильные, утром очень сильные. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Местами порыва до 20 метров в секунду. В горах до 23 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 8 градусов. В горах минус 3, плюс 2. В Черкесске временами дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы ветра до 18 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 8 градусов. Это были вести Карачаева-Черкесии. Выпуск провел у Марти Киев. Я с вами прощаюсь. Далее наш эфир продолжит информационно-музыкальная программа радио Карачаева-Черкесии «Республика». Всего доброго и оставайтесь с нами.